Доброе утро! Котик повторяет меня, я только что от пылесоса избавилась, все пропылесосила. Нет, я просто играю. Просто играет, да, она сейчас пол моет, я пока готовлю детям завтрак, пока все убрала, пропылесосила собачьи места. Во что? Это что за игра? На PlayStation? Hello, чего? Кушать, ядер, жарится, жарится ваши яйца. Кушать, ядер, но и боится в темноте. А, понятно, это Катя притворяется, ну, как это перевести, как притворяется хозяюшкой в своей игре. Так, ну что, я все, как обычно, у меня утро начинается с одного и того же, я все пропылесосила, все убрала, с пола все убрала. Ну, я же, я просто притворяю, что она им... Телевизор не могу показывать, навести на Катю камеру, это у меня авторские прилетают с этого мультика. Оги, наш любимый мультик. Да, я поняла, поняла тебя. Я пока готовлю детям завтрак. Яичница, как всегда, как там в фильме. Я скоро буду кудахтать, как цыпленок. Яичница, как он говорил, яичница на завтрак, на обед, на ужин. Мы сегодня ходили, когда, ай, горячо, ходили утром гуляли с собачалами, но еще темно. Меня сожрали все комары, я вся исчисалась. Это какой-то кошмар. Ты что, милая? Все хорошо, милая? Все хорошо. Я кормлю милую, я не могу, у меня рука не поднимается ее кормить один раз в день. Короче, я покормила ее два раза. Видите, самые голодные глаза, самые голодные собаки. Не могу, собаки мои, собаки мои, собаки мои, собаки мои, собаки, собаки. Уже почти не хулиганит, каждое утро у нас почти ничего не сожрано, только салфетки его. Ну, а так, ковер целый, диван целый. Ну, не знаю, я, знаете, я заикнусь, завтра будет сюрприз. Такое у меня постоянно бывает, поэтому я тоже даже говорить боюсь об этом. Так, у детей же. Новое развлечение с этими штучками. Заморозили мы этот сок. Ага, я им тарелки дала. В общем, ну, типа так, замороженный сок. В школе такие ели? Да. Да? А как вы в школе замороженные едите? В ланчбоксах приносят дети, да? А как? Мы просто едем. Ну, а как они замороженные? Это детки другие приносили, да, в замороженные? Да. Это когда в ланчбоксах лед кладут? Нет, это просто учитель купили. А, учитель купила? А, и вас угощала, да? Лавра, иди сюда, показывай. Лавра, иди сюда, показывай. Я не знаю, как ее открыть. Ее как надо открывать? Частично, да? Я не знаю, как внизу. Сильнее вот так внизу дави, она будет вылазить у тебя. Вот, видишь? Все. Нормально? Нет. Это типа виноградный, наверное, а это клубничный. Ну, наверное. Какого вкуса виноградного, клубничного, какого? У меня шлаба яйку все. Ты все любишь? Ты тоже в школе ел все? Кто Макс угощал в школе? Детки другие или учительницы? Кто угощал в школе? Ты где в школе ел? На моем классе. Кто-то эта учительница угощала? Или дети? Титчер ваша угощала или другие детки? Учительница? Ну, понятно. Видимо, если дети приносят такое, у них в ланчбоксах специальный такой лед продается, который туда складывается, он прям продается в таких брикетиках, и в ланчбокс кладется, если, допустим, нужно, чтобы еда сохраняла, ну, как из холодильника. Да, вот это хорошая идея, кстати. Лавр тоже так можешь сделать. А то рука мерзнет. Ну, такой сок, замороженный сок. Если что, вот ваши тарелки сюда кидайте. Давай. Так, ну что, теперь мама позавтракает ближе к обеду уже. У нас каникулы, у нас завтрак поздний. Чтобы маме позавтракать такое? Яничницу, наверное, тоже себе сделаю. У меня корочка. Что? Корочка хлеба от детей осталась. Я думаю, я сейчас, наверное, сделаю с яйцом. Вот это лаврик? Да, лаврик восхищается мылом. Это мыло эвкалиптовый, запах эвкалипта. Очень вкусно пахнет, прям обалденно. И я в волмарте беру его, а оно пенкой. Да, дети съели этот сок свой. Мама тоже позавтракала. Вот. И лаврик восхищается этим мылом. У него реально очень приятный такой запах. Такой нежный-нежный. Я в волмарте беру. Они разные есть, а не пенкой. То есть не жидкие, а пенкой. И вот я их разные беру. Но вот это вот самый лучший, самый приятный. Хотя они там все приятные почти. Лаврик. Я сейчас новый поставила. Просто лаврик восхищается. Говорит, как у него теперь вкусно, ручки пахнут. Так, дети оккупировали спальню. Разворотили мне всю кровать. Сидят, смотрят мультики, играют в кукол. Носятся, едят конфеты. Главное, притащили две ляли. А что вы? Сейчас, сейчас. Поели, просят эти свои. Им понравился этот сок, этот замороженный. Они теперь все время его просят. Я не знаю, во что они тут играют. В общем, у них какая-то игра с этими двумя пупсами. Помните раньше? Мне даже в комментариях написали, как лаврик раньше. Принцесса играла. Сейчас ужастики до монашки. Да, унесите отсюда все свои конфеты. Бумажки. Что вы там еще наели? Все это уносите отсюда. Притащили свое барахло тут ко мне. Сидят, едят свой этот сок. Оба по-красненькому. Реально им понравилось. В общем, они едят. Я, друзья, кто не видел, я вчера показывала. Вот про вот эти вот мы говорим. Штучки-дрючки. Замороженный сок какой-то. Всех цветов радуги. Ну, естественно, куча красителей. Ты гулять хочешь, маматик? Пойдем, пойдем, пойдем. Ой, друзья, заказала я сейчас на Амазоне. Про сока. Ошейник, про который я говорила у нашего соседа. Я увидела, вы мне писали. И заказала я, короче, этот ошейник. Это ошейник для дрессировки. И противо... Как? Чтобы собака не лаяла, короче. Ну, если шумная собака, если она все время гавкает, задалбливает, соседям мешает, тебе мешает жить. То есть вот для этого и для дрессировки дерьми. Ну, короче, ребят, придет через два дня, покажу. Сейчас покажу, что это я заказала. Желтенький. Я, конечно же, не удержалась. Хотела заказать что-то такое среднее между мальчиком и девочкой. И выбрала желтенький. Ну, ладно, цвет это уже дело другое. Ну, в общем, по отзывам, по... В общем, ну, по отзывам. Там, по звездам на Амазоне. В общем, выбрала такой хороший достаточно. Не знаю, насмотрелась я миллион видео. Просто вот на ютубе дофигища видео с этими ошейниками. С этой дрессировкой, как собак дрессируют с этими ошейниками. Короче, я столько их попересмотрела. И, в общем, выбрала. Очень их много. Очень просто много. Я не знаю, почему я не сделала этого раньше. Ну, в общем, сделала я это. В общем, покажу, ребята, будь. Покажу. Через два дня придет. Можно было доплатить, чтобы он пришел прямо завтра. Ну, в общем. И есть еще, знаете, как на одном пульте. Там ошейник и пульт. И есть два ошейника с одним пультом. То есть управляешь... Можешь вот так. Давай. Управляешь двумя собаками одновременно. Мне, наверное, так не надо. Давай. Пойдем. Я не знаю. Может быть, мне и надо, конечно, двумя собаками одновременно управлять. Но поскольку я гуляю по одному, поэтому пока взяла один. Если что, потом второй возьму. Как пойдет. А что он же вытаскивается нормально? Что там? Это ты? А что они зашумели опять? А, нет, это Маша приехала. Маша, Маша, я заказала этот ошейник, который для дрессировки. Ну, заказала один, не два, один. Но он как, перевешивается на... А где у него сейник? Перевешивается друг на друга. Я же двоих не гуляю. Короче, через два дня придет. Посмотрим, как они будут слушаться. Не кусаться, не кусаться, не кусаться. Радость, радость. Маша, Маша, пришла. Ой, Маша, пришла. Осторожно. Ну, андаклаврику поцарапали лицо. Лапу давали и в лицо дали. Не наклоняйся, как прискакли. Они на своих эмоциях вообще крыли. Пропылесосила мать. Я гуляла, их можешь не водить, я и гуляла. Друзья, показываю вам наши посиделки с Катюхой. А ты что, пакеты наряжаешься? Кстати, такой прикол был у старших детей. Все они в пакеты одевались, наряжались и висились в этих пакетах. Мусорные прям пакеты брали и полностью в себя одевали. Скотчем обматывали. Короче, веселуха была. Я надеюсь, она не додумается до скотча. Короче, вот так вот на Катюхой сидим. Я тут монтировала видео. У меня там подогревается Лёви суп, бейглы. И я сейчас один бейгл сама съем. Я решила бейгл сделать себе с колбасой. Что-то не до еды мне до нормальной. Хочу так, перекус такой сделать. Колбаску туда положу. Кимчи это все прикушу. Закушу. И кока-колкой это все запью. Вот что неудобно. В коктках бейглы продаются неразрезанные. Обычно они разрезанные продаются. Ну, бывает они разрезанные, конечно. Но в коктках они неразрезанные всегда. И приходится их разрезать ровненько, красивенько. Но зато они вкусные. И по две упаковки по одной цене. Дети у меня попросили по бутербродику. Боже, друзья, кимчи. Как я его люблю. Господи. У меня никто в семье меня не понимает. Никто это не любит. Люблю это я. Ну, Вова еще так ел более-менее. Ну, очень мало. Прям очень мало. А я прям вот обожаю. Просто обожаю. И костовское кимчи, я говорила, оно очень сочное. Очень вкусное. Которое в Костка продается. Такое вот. Действительно написано, что оно в Корее. По-моему, продукт в Корее. Где это написано? Вот, видите, написано. Продукт Кореи. Кореи. Ой, Кореи. Корейский продукт. Привет, мама. Привет. И вот такой вот у меня бутербродик. Положила несколько кусочков колбаски. Накрыла. И вот такой вот у меня прям идеального размера колбаска. Такой вот у меня бейбл. Я не люблю намазывать всякими там вот этими вот сырами. Жидкими вот этими творожными. Я тем более вообще молочку не ем никакую. Никогда. Кто давно со мной, знаете. Это я молочку не ем вообще. Никогда и никакую. Могу единственное там мороженое съесть. И то оно если есть, ну могу там у детей утащить. А так вот я себе специально отдельно, я бы даже никогда не покупаю. Вообще я исключительно не ем молочку с детства. Ну с рождения, наверное, я не знаю. Почти с рождения, я не знаю. В общем никогда. Не творог вот эти вот, йогурты. Что там еще? Какие-то хлопья с молоком. Каши. Что там еще молочное такое есть? Вот вообще категорически нет. Ребят, у меня уже ночная прогулка. Уже дети легли. Дети уже все спят. Сейчас лягушку раздавила прям на пороге. Я открыла дверь. Собака выходит. Я не вижу. Она вот такая вот, наверное. Она пытается запрыгнуть домой. И я закрываю дверь и прям, короче, по ней. Ой, фулинг. Короче, лягушка к нам пыталась пробраться домой. И я ее дверь... Я случайно, я даже не видела ее. У меня просто застряла дверь. Я смотрю, там лягушка, блин. А Маша когда, короче... Он дождь, что ли, уйдет? А Маша когда гуляла... Часа три назад. Она просто погуляла и убежала. Она у подружки сегодня ночует. И говорит... Мама говорит, аккуратно, там гуляй, там змея. Вот здесь вот она где-то гуляла. Здесь змею увидела. Ой, господи, это невозможно просто. Это просто жизнь какая-то. Я говорю, где-то увидела ты ее в темноте. Она гуляла в 9, сейчас в 12. Она говорит, она говорит, выползла. Она говорит, маленькая. Но все равно, блин, я увижу, я в уморок упаду, блин, нафиг. Что-то на острову давно, что ли, не косили. Что такое какая-то она высокая. Ой. Короче, лягушка, змея, блин. Так вот у нас тут гулять. Ну, крокодилы хотя бы ночами не ходят. Но это мы просто не возле воды. У нас вон там, например, вода. Вон там ходят. Прям во дворе у людей. Поэтому там заборы в первую очередь ставят. И кто возле воды живет. Есть собаки, нет собак дома. Они ставят забор первым делом. Богатая флора и фауна в Флориде. Про Машу спрашиваете еще тоже. Маша действительно закрыла канал свой, спрашивали вы. Не удалила, она его закрыла. Второй раз она уже удаляет свой канал. Закрывает. Первый раз она удалила. Еще у нее первый был, когда тоже по нашей инициативе. Блин, представляете, вот так в траву залезать. И выковыривать оттуда все. А там кто угодно может быть. Короче, канал, который по нашей инициативе мы разрекламировали еще давно. Еще когда в Майами мы жили. Помните. Пойдем, пойдем. Теперь, пожалуйста, эти лягушки всякие. И очень много туда пришло ненужной аудитории. На ее подростковый канал. Ей тогда было там, господи, не знаю, 15 что ли. В Майами мы еще жили. Она его вообще удалила. Потом открыла уже новый на американскую аудиторию. Туда тоже пошла не та аудитория. Многие узнали об этом канале. Хотя она его скрывала, как могла. Но куча людей стали делиться ссылками, писать и всякую ерунду туда. А она в конце концов задолбалась и его закрыла. Я причем узнала об этом от вас. Я не знала даже об этом. Вы мне писали. И мы как раз ехали, когда она у меня в машине уснула. Я говорю, ты что, канал что ли удалила? Она говорит, нет. Говорит, я закрыла его. И, в общем, она попереживала, попереживала. Но потом говорит, да ну, говорит, нафиг. Заколебали. Она сначала блочила, удаляла всех. Но потом, в конце концов, я говорю, аж это неизбежно. Ну, в общем, она его закрыла. Вот, видите, у меня кровавое пятно. Вот так вот я ее стала закрывать и размазала. Вон туда я ее отпинала. Стой, Джерик. Стой, Джерик. Ой, Джеремила. Вон она, она маленькая валяется. Я очень не хотела этого случайно. Идем. Тихо, тихо, тихо. Стой, стой. Подожди, стой. Да, Мила, конечно, за лба реагирует на все на свете. Это какой-то ужас. Маша сегодня предложила. У нас Джерик, короче, плохо себя ведет дома. Он прям плохо себя ведет. Куда? Пойдем. Прям куда? Туда. Ну, пойдем туда. Пошли. Ой, вот ты че? Короче, у нас Джерик плохо себя ведет дома. В плане того, что он из себя вожака корчит постоянно. И с Милой там в контр вступает. Он же уже и не помнит, что он ее сын, а она его мать. Но, в общем, они же еще кастрированные, стерилизованные. Поэтому они сейчас вообще уже оба, по-моему, не в курсе, что они родственники. И, в общем, там у нас дележка территории идет. Где Милаш, Пили? В общем, борьба за власть. Борьба за вожака стай. Да, их двое. Все-таки стая. Ну, в общем, Джерри периодически себя очень плохо ведет. В плане вот этого своего главенства. И Маша предложила, а Мила плохо себя ведет на улице. Дома она вообще идеальна. Она хорошо себя ведет, она спокойная. Она ничего там из себя не строит. В общем, нормальная собака такая. Чисто вот дома нормально себя ведет. И Маша предложила. Ты, говорит, мам, вот этот ошейник заказала. Ты, говорит, его Миле на улицу одевай. Потому что она на улице вообще неадекватная. Просто неадекватная. Любая машина, любой человек, не дай бог. Ребенок, велосипед, собака. Господи, это, это, значит, просто. Вот. А, и ты, говорит, ей на улицу одевай. Ошейник этот. А Джерри дома одевай. Ну, типа, он на улице более-менее такой еще, знаете, такое еще стыкло. Он больше боится пока всего. А Мила, она ничего на улице не боится. Все, она в Халка превращается. Она на улице, как Джерри дома из себя возомнил, там, вожака Халка. А Миле из себя возомнила. О, смотри, лягушка кто. Именно на улице. Она именно на улице считает, что она прям вообще не лабрадурь, а, я не знаю, медведь целый. Гризы. В общем, вся такая агрессивная становится, гавкает, Халка встает. В общем, такая вся, раз такая. Ну, вообще, Маша предложила дома на Джерри одевать и пультом его воспитывать. Там же ошейник и пульт. И воспитывать его, чтобы он там не строил себя. А Мила на улице. В общем, ладно, придет послезавтра этот ошейник. Посмотрим, что это такое. Здесь это сплошь и рядом, друзья. Не пишите мне про жестокое обращение с животными, пожалуйста. Вот это все, думаю, не пишите мне. Здесь это абсолютно нормально. Здесь человек превыше всего. Поэтому здесь собачки воспитанные ходят. Я вам уже рассказывала. Здесь у нас у соседей на таком поводке. На таком ошейнике гуляют. Поэтому здесь это просто нормально. Да я думаю, что везде это нормально. Кстати, вот... Тихо, тихо, тихо. Кого ты увидела? Тихо. Главное удержать. А ее же удержать еще невозможно. Она реально становится в несколько раз сильнее. Просто когда у нее эмоции. Раньше, конечно, не было таких приспособлений. Еще в то время, когда я пыталась... Не пыталась, а очень хотела стать собачницей-кинологом. Таких приспособлений, конечно, не было. По-другому воспитывали и дрессировали. Я не понаслышке знаю, как это делалось. Я жила рядом с милицейским питомником. И все это знаю очень-очень хорошо. Милая, пойдем, пожалуйста. Я уже что-то... Маша меня напугала этой змеей. Еще эта лягушка мне, блин, сегодня пошатнула мою психику. Ой-ой. Знаете, что ждет? Косточка ждет. Ой-ой. Знает, где лежит. Знает, во сколько. Когда дадут косточку. Дадут. Пойдем. 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 Ой, кодолик ты мой. Ой-ой-ой. 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 На, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Идите. Идите. Ладно, все. Все, друзья. Всем пока-пока. И, как всегда, до завтра. Все. У собак вечернее развлечение. Коти приготовились смотреть на этот цирк. Все, друзья. Всем пока-пока. Ой, друзья. Сейчас почитала ваши комментарии. Ухохоталась сейчас до слез просто. Маша сделала аборт. Комментарий. Но это я пропустила мимо. Что только не пишут, господи. Про Лизу и про Машу. Я ухохоталась над ответом. Пишут. Бабки вышли на новый уровень. С паролем. Простятутка. Ой, друзья. Я вас обожаю. Я вас обожаю. Такие комменты пишите классные. И отвечаете за меня хейтером. И... Ой, в общем, ребята. Я вас обожаю. Я вас просто обожаю. Ладно. Все. Почитала. Маша сегодня часа три, наверное, в зале. Она прибежала с работы. Быстренько переоделась. Перекусила. Побежала в зал. В зале. Что она там делает в зале? Ну, в фитнес-зале в нашем. В нашем комплексе. И тут же прибежала. Быстренько выскочила. У меня погуляла собак. И унеслась уже к подружке ночевать. Ну, это в соседнем доме практически. Ну, не в соседнем. По американским меркам в соседнем доме. Там на соседней улице. Господи, ладно. Все, друзья. Буду уже точно прощаться. Уже спать пора. Мне вставать утром, собак гулять. Ладно. Все, друзья. Всем пока-пока. И как всегда до завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok